доброе утро друзья сегодня великолепная погода так что сегодня я уже поеду покатаюсь на мотоцикле съездим еще в пару замков покажу вам что где находится ну и целом просто интересно прокатиться по хорватским дорогам ну что смотрим и в путь ну а я сейчас еду в кирк это город во первых я нахожусь на острове кирк и сейчас еду в город кирк вообще чтобы вы понимали вот этот остров и прилежащие к нему река относились к одному роду франкопанов он владел очень многими землями и он все равно подчинялся венеции один из замков который вот находится здесь это франкопанский замок в кирке вид какой открывается здесь на всю бухту вот это мы к этому замку сейчас и подъедем только единственное что нам надо просто немного объехать и вот такой крутой поворот на право там агита вы все видели дяденька вот вы видели как произошло такое маленькое положение мотоцикла на повороте ну ничего чуть-чуть поцарапал конечно и дуги поцарапал ну не страшно их можно покрасить остальное все будет хорошо франкопанский замок который вот сейчас мы видим он возводился несколькими поколениями хорватской как дворянской семьи франкопанов самая старая часть укрепления это квадратная башня в этой башне находился зал суда вот когда этот город он полностью принадлежал венецианской иерархии так сказать может быть самое интересное что здесь в городе полностью есть здание которое как я уже говорил на них есть герб венеции ну вот таких улочек очень много самой венеции когда ты вот идешь по вот таким вот улочкам вот такие дворики заходишь ну вообще интересно и кайфово немножко так расстроился с этим падением дурацким блин жалко что поцарапал ну слушайте это наверное мотоцикл он мод должен быть немножко поцарапан но жалко но хорошо что при всем при этом я поставил дуги вообще кайфово это я правильно сделал покрашу их потом и все будет нормально так буду ехать час аккуратненько ну что город конечно кайфовый ну а так посмотрите какие видоны просто открываются просто обалденные виды я посмотрел где что есть в принципе могу подняться к замку который наверху находятся это тоже одна из крепостей и кстати этот замок который там он также принадлежал франк по по нам вот эта династия опять же которая была весь остров кирк и река им принадлежали вот мы выезжаем к мосту вот один мост по которому мы едем крыкский вот вот там такие скалы и чтобы понимали высота просто обалдеть просто обалдеть можно реально вот так едешь и кайфуешь ну даже если ты туда подъедешь что поднять тебе квадрокоптер никто не разрешит я вот интересно вот это скала мокрая или что с ней или выгоревшая и вот второй мост их 2 они громадные эти мосты вот свернул с основной трассы трасса вот там вот идет внизу где-то вверху непонятно но вот такие вот тут повороты просто надо ехать аккуратно и все потому что надо еще не забывать что здесь достаточно скользкие дороги я поднялся на самую гору вот ну так тяжеловато так что вид отсюда просто потрясающий капец просто потрясающий поэтому сейчас идем замок вот вход в эту крепость я так понимаю да вот такие вот арки и вот символ венеции вход в сам замок охраняют вот такие вот медные статуи статуя василиса это вот дракон с головой петуха я выхожу на смотровую площадку отсюда действительно видно всю бухту вот там видно корабли видно остров кирк и видно саму непосредственно всю крепость просто красивенную данный замок располагается на холме высотой сто тридцать восемь метров под холмом находится каньон где протекает речка речена середине 18 века данная крепость была разрушена связи с сильным землетрясением позже в 1826 году разрушенный замок был куплен австрийским фельдмаршалом ну и для реставрации этого замка он пригласил венецианского архитектора ну поэтому сейчас замок имеет такие не аготические черты стиль такой не аготический ну вот я выезжаю с этого уже место ну прикольно такое местечко сейчас еду на остров кирк там в районе аэропорта есть еще одно такое достаточно интересное место вот древние по локации она вообще написано как 49 49 нашей эры что это я не знаю но подъехать стоит в принципе это по дороге поэтому я сейчас туда подъеду посмотрим ну и все-таки у хочется увидеть мост кирк а там как раз с этой точке его очень хорошо видно вот мы сейчас поворачиваем сторону аэропорта и хотим выехать на точку которая написана историчная локация на карте она написана как историческое место ну посмотрим достаточно наверное интересно что там исторического как я уже рассказывал помните да что этот аэропорт который здесь он был построен благодаря отельному комплексу халудова непосредственно его властник и начал строить здесь аэропорт для того чтобы люди приезжали сюда в его отель какие-то хометс рудни машины выезжают какие-то рудники что ли знаки если там знаки стоят что бегают олени то тут знак стоит что бегают коровы ну вот я тоже в какую-то непонятную территорию заехал какие-то развалины какого-то города старого вот они здесь и есть да но тут все закрыто туда зайти нельзя но закрыта только вот эта территория а наверно наверху есть место куда можно зайти слушайте я выехал на другую сторону острова тут природа совершенно другая тут все лысое такое вот непонятно инжир растет просто вот вот так на месте посмотрите вот я вышел какие-то каменоломни камни такие везде вокруг тут вообще такая часть острова именно скалистая обалдеть ну вот что здесь историческое место вот это интересно приехал в такое интересное место посмотрите вот там вот внизу люди просто загорают а это вот залив и вот там вот мост на кирк просто обалденно а тут просто скалы сверху обалдеть просто вот такие камни которые нависают и они ну реально могут упасть на байдарках катаются место обалденно мост шикарен просто шикарен вот если вы его увидите он просто красивенный реально красивенный мне показывают что мы прибыли но скорее всего что нужно будет подняться вот туда в гору ну слушайте ради такого я думаю стоит посмотреть что там вот своего коня я оставил на дороге ну буду подниматься я забыл решил одеть бандану чтобы не напекло голову потому что капец какой-то будет ну вот но подняться мне хочется посмотреть что там вообще находится почему там написано историческая локация ну хотя вокруг колючая проволока я не знаю почему буду пробовать подниматься не идти вот туда вперед вот туда надо будет подняться ну слушайте попробую интересно все таки это место знаменито тем что здесь была построена каплычка в честь посещения цезаря непосредственно вот этого острова сейчас здесь остались фрагменты но и небольшое здание каплычки которое можно увидеть поднявшись на самый верх ну что пешком я туда не поднялся но лишний раз ты понимаешь что как кайфово когда есть дрон им подлетел там развалины развалины города не города там стоит два домика которая видно самое интересное что конечно хочется увидеть потом ну прочитать вообще что это и что это вообще за место такое ну интересно ну а так что сказать день у меня сегодня такой не сильно большой был не сильно загруженный ну даже было маленькое падение немножко но опять же это по глупости что хочу сказать попробую завтра еще куда-нибудь поехать если получится вот потому что но не хочется надо прежде всего понимать что я приехал с детьми все таки хочется чтоб дети еще что-то увидели но в крайнем случае если что то мы поедем на машине потому что ну дочки младшей тоже интересно ну а вам что друзья хочу сказать хорватия кайфовая страна сюда стоит приезжать сюда нужно приезжать тут есть что смотреть и ездя кататься дару дороги просто кайфовая просто обалденная дороги подписывайтесь на канал ставьте лайки дизлайки обязательно тоже если есть желание вот это полезно это дает какие-то свои стимулы завтра увидимся до новых встреч друзья а